Вести Хакасия на канале Россия 24. В ближайшие 10 минут мы расскажем об основных событиях этого дня. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. В Ширинском районе новорожденные близнецы отравились неизвестным веществом. Мальчикам всего 20 дней от роду. Первый малыш поступил в районную больницу 4 дня назад. Мальчик задыхался и отказывался от еды. Его состояние только ухудшалось и врачи приняли решение перевести его в реанимацию в Абакан. А накануне его брат попал к медикам с похожими симптомами. Врачи считают это отравление. Малыш впал к кому, его состояние стабильно тяжелое, говорят ширинские врачи. Ребенок поступил с признаками какого-то отравления, с угнетением дыхания. То есть давал периодически остановку дыхания. В связи с чем его разместили в реанимацию. В связи с тем, что дети были доставлены в лечебное учреждение в тяжелом состоянии, учитывая их возраст, так как они являются новорожденными, в целях установления всех обстоятельств произошедшего, а следственным комитетом в настоящее время в лице следователей Ширинского межрежного следственного отдела проводится доследственная проверка, по результатам которой и по установленным обстоятельствам будет принято процессуальное решение. Красноярская железная дорога пытается вернуть маршруты, которые были отменены по причине нерентабельности, и отстоять те, которые, возможно, придется убрать из расписания в ближайшее время. В этом ведомство просит помощи жителей Хакасии. Как пояснили в Красноярской пресс-службе, речь идет о поездах с малой наполняемостью. Это пассажирские составы, курсирующие между малонаселенными станциями. В основном в таких поездах преобладают общие и плацкартные вагоны. Цену на билет в них устанавливает государство. Власти делают ее доступной, а компенсацию по договоренности они должны возмещать. Однако уже два года железнодорожники чувствуют недофинансирование. К примеру, в 2013 году вместо потерянных 36 миллионов ведомство получило от государства только 14. Из-за этого нерентабельные маршруты приходится закрывать. Это уже коснулось и Хакасии. Отменен поезд Красноярск-Ачинск через станцию Саянскую. На очереди еще один убыточный состав – Абаканачинск-Красноярск. Если ситуация не изменится, его отменят в конце мая. Руководство КРАСЖД просит жителей Хакасии оставить свои подписи в защиту маршрутов. Это можно сделать на станциях Ужур, Копьева, Шира, Сон, Ербинская в приемной акции «Сохраним поезд». Они будут переданы полпреду президента в Сибирском федеральном округе Виктору Толоконскому. Отметим, проблема касается трех регионов – Красноярского края, Кемеровской области и Хакасии. Медицинским работникам, получившим с января оплату ниже средней, вернут зарплаты на прежний уровень. И даже с добавкой, сегодня фонд обязательного медицинского страхования Хакасии отчитался перед депутатами Верховного Совета об исполнении бюджета. Его доходы в 2012 году превысили 4 миллиарда рублей. Только республиканский бюджет направил в фонд более миллиарда. Освоить все средства не успели. Профицит – более 300 миллионов рублей. Между тем, с модернизацией здравоохранения участковые врачи с января этого года стали получать меньше, отметили парламентарии. С исками в суды обратились медики сразу в нескольких районах Хакасии. Директор фонда Любовь Бурнакова заверила, сегодня идет поэтапное увеличение зарплаты. Уже с апреля медики почувствуют прибавку. У нас запланировано в рамках субвенции в целом и в рамках закона о бюджете 600 и 60 миллионов рублей в целом на увеличение заработной оплаты медицинским работникам. И эта сумма несколько даже больше, чем объем денежных средств, который был в прошлом году в рамках программы модернизации. В Красноярском крае проходит тренировка сибирской парашютно-десантной группы на базе аэропорта в Шушенском. Пожарные отрабатывают навыки беспарашютного спуска с вертолета. За учениями наблюдала Юлия Константинова. Семь лет Николай Чебряков отработал металлургом на Сорском ферме Лебденовом. Потом, что называется, крутой поворот судьбы. Лесные, горные, степные пожары. Постоянный риск, походная жизнь, вертолетные заброски. Впервые десантироваться пробовал на учениях прошлой осенью, так что сегодняшние впечатления уже не столь сильны. В преддверии пожароопасного сезона такая тренировка становится традиционной, так как работать подразделению приходится только в чрезвычайных ситуациях. В прошлом году это были пожары в Буреасе и Красноярском крае, а также в Туве, где погибли тогда 9 десантников-парашютистов. Каким будет это лето, покажет время, поэтому бойцов готовят к действиям самых сложных ЧАЭС. Тренировка проходит в течение четырех дней, только сегодня. Право-диспуск с вертолета отработали около полусотни человек, всего же планируется 160. То есть в вечер, личный состав, сибирская парашютно-десантная группа. Плюс о МИЧИ, где сегодня создается такая же группировка. Кстати, они будут впервые проходить воздушную тренировку, техника которой далеко не проста. Кроме правил безопасности, нужно точно знать, что делать, чтобы не удариться о борт вертолета, с какой скоростью спускаться, как приземлиться, чтобы избежать травм. Учитывая скорость ветра, рельеф местности и много других нюансов. Подготовка нашей группы, естественно, достаточно высокая. Оценка хорошо, твердая, хорошо. Работаем с личным составом, навыки как раз отрабатываем, чтобы не потерять этой оценки. Ведь есть шанс, что сразу после тренировки бойцы сибирской парашютно-десантной группы будут направлены в зону бедствия. Пожароопасный период начинается буквально на днях 1 апреля. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакасия. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в республике стабилизировалась. В среднем по Хакасии регистрируется неэпидемический уровень во всех возрастных группах. Повышенные показатели отмечаются только в Черногорске, где недельный эпидпорог превышен на 40 с лишним процентов. В основном болеют дети до двух лет и взрослые. Музейщики Черногорска выступили с инициативой создать городскую книгу почета. В нее, по замыслу авторов, войдет информация о людях, удостоенных государственных и ведомственных наград. И почетных званий России, СССР и Хакасии. Как продвигается работа над изданием, узнавал Виктор Лушников. Чтобы попасть на страницы книги почета, нужно совсем немного. Цветная фотография, оригинал самой награды и еще анкета. После объявления о начале акции в музей каждый день приходят заслуженные горожане, чтобы подать сведения о себе или своих родственниках. Мы даем анкету, помогаем ее заполнить, помогаем все оформить. Фотографируем обязательно медали, знаки, нагрудные ордена, чтобы подтверждение было. Потом это все распечатывается. Всего несколько минут на подачу документов в музей смогла уделить Людмила Гольцман. У директора школы искусств график сейчас плотный. Завершаются последние репетиции перед городским концертом в честь Дня работников культуры. Несколько коллектива школы принимают в нем участие. Я считаю, что каждый человек, если он получил награду, пусть об этом узнает как можно больше людей. Потому что он работает на город, его должны знать люди. Да и любому человеку приятно, когда о нем помнят, знают. И хочется тогда делать еще больше. Идея музейщиков понравилась горожанам. Уже несколько десятков заслуженных черногорцев принесли свои анкеты и награды. Потенциально их могут быть тысячи, но музейщики обещают принять документы у всех. У каждого человека, кто награжден какой-то наградой, появится гордость, что о нем вспомнили, документы взяли, его фотография в музее увековечена. И он будет этим гордиться, он будет приводить родственников, приводит детей. Фотографии заслуженных людей музейщики поместят сначала на выставку имя в истории Черногорска. Подобное уже посвящено выдающимся шахтерам. Затем все сведения о награжденных войдут в городскую книгу почета, которая, как планируется, будет состоять из нескольких томов. Виктор Лушников, Алексей Голубев, Вести Хакасия. Жители Хакасии не хотят участвовать в эстафете Олимпийского огня. По крайней мере, на цифрах это выглядит так. В республике можно набрать 260 волонтеров. Они станут помощниками организаторов эстафеты в Хакасии. Но в Министерстве образования недоумевают. На словах желающих много, а заявки подали лишь 60 человек. Тем временем прием заканчивается на этой неделе. Заместитель министра образования Хакасии Дмитрий Тодышев считает, что все дело в том, что мало кто знает, как именно подать заявку. О процедуре регистрации он рассказал в нашей студии. Смотрите далее ежедневную рубрику «Интервью». На этом наш выпуск завершен. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok